В мире существует множество самых разных городов. Одни отличаются своими достопримечательностями, другие являются известными курортными зонами, а третьи просто представляют собой уютные поселения, в которых любой может обрести внутренний покой. Тем не менее, на нашей планете есть и совершенно иные, уникальные города, аналогов которым вы не найдете нигде. Одним из них является город Уитьер, расположенный на юге Аляски, США. Главная фишка этого города заключается в том, что все его население живет в одном доме. Как такое могло произойти? С какой целью город придерживается такой политики? И чем вообще занимаются его жители? С вами Смарт Пицца, и сегодня мы с вами обсудим этот поистине уникальный и необычный город. Погнали! На берегу пролива Принца Вильгельма в Аляскинском заливе расположен городок Уитьер, названный по имени Близлижайшего Ледника. Сам же ледник получил название в честь американского поэта Джона Гринлиффа Уитьера. Город был основан в 1949 году, когда армия США решила построить в незамерзающей зимой бухте военную базу. Тогда к этому месту можно было добраться лишь вплавь, поэтому военные прорубили в скале пятикилометровый туннель, чтобы связать город с цивилизацией по суше. В туннеле проложили однополосное шоссе и железнодорожный путь до соединения с железнодорожной сетью штата Аляска Рейлроуд. Уитьер расположился в удивительно красивом месте. Его окружают горы, покрытые густыми лесами, ледники и водопады. Впрочем, военных привлекли не эти красоты, а глубоководная бухта, где был устроен порт для больших грузовых судов и военных кораблей. Город Уитьер очень интересен и уникален тем, что его население составляет всего около 220 человек, и все они живут в одном большом здании. Если быть точнее, жители Уитьера проживают в 14-этажной бывшей армейской казарме, построенной после Второй мировой войны в 1956 году. К слову, эта казарма является самым высотным зданием во всем штате. Данная казарма была переоснащена под многофункциональный дом, в котором сейчас есть 150 квартир. В каждой квартире может быть от двух до трех спальных комнат. Помимо этого, в 14-этажном доме есть школа, магазины, церковь, больница, полицейский участок и даже небольшой отель. К услугам местных жителей также построен фитнес-центр и несколько кафе, находящиеся рядом с домом. Таким образом, Уитьере удается экономить на отоплении, что особенно актуально, когда большую часть года здесь дует сильный ветер, идет снег или льет дождь. И кстати, погодные условия и экономия денег – это главные причины, почему все жители города проживают в одном здании. Это просто удобнее, поскольку люди могут работать и проживать в одном и том же доме, не боясь, что они не смогут выйти утром на работу из-за того, что их дверь занесла несколькими метрами снега. Помимо всего прочего, в главном здании города имеется служебный туннель, который играет роль бомбоубежища или бункера и предназначен для того, чтобы жители Уитьера могли в нем укрыться во время катастрофы или другой напасти. Помимо этого, некоторые обитатели Уитьера ездят по этому тоннелю на работу в город Анкоридж, расположенный в 105 километрах. Проезд по туннелю в одну сторону стоит 15 долларов. Поскольку это весьма дорого, многие местные жители заводят городской пропуск, который стоит значительно дешевле. Многие местные жители также работают в порту, который принимает летом несколько океанских лайнеров с туристами. К слову, Анкоридж – это ближайший к Уитьеру населенный пункт. Таким образом, Уитьер – это не только уникальный, но и изолированный город. Впрочем, в то же время Уитьер весьма самодостаточен. Многие его жители могут не покидать здание на протяжении нескольких недель, постоянно работая и проживая в нем. Что касается молодого населения города, то дети, например, проводят свое время как на внутренней игровой площадке в 14-этажном здании, так и на улице возле дома. Рабочие места Уитьера не ограничиваются зданием. Как мы уже отмечали, некоторые местные жители работают в порту. Также многие жители Уитьера занимаются рыбным промыслом, который является одним из ключевых бизнесов в городе. Автобусов и поездов в городе, как вы понимаете, нет. Тем не менее, помимо порта здесь есть гавани даже собственная взлетно-посадочная полоса, которая, впрочем, не функционирует в холодное время года. Также в городе есть док для гидросамолетов. По суше в город можно попасть по шоссе Portage Glacier, которое проходит через туннель Энтон-Андерсон. Помимо шоссе через туннель Энтон-Андерсон проходит также и железная дорога. Наконец, у Уитьере расположен южный терминал Аляскинской железной дороги. Мы уже вскользь упоминали о плохом климате Уитьера, но стоит подчеркнуть эту тему еще раз. Несмотря на то, что климат в этом регионе считается умеренным из-за моря, которое находится поблизости, зимой Уитьер буквально заваливает снегом, а летом заливает дождем. Считается, что застать Уитьере ясный и теплый день – это большое везение. Помимо всего прочего, в городе очень мало солнечных дней. Фактически из-за высоких гор окружающих город жители не видят солнца с по февраль. В связи с этим, некоторые из них даже говорят, что специально ездят в соседний город Анкоридж, чтобы посмотреть там на солнце. Вероятно, многие люди посчитают, что Уитьер – это рай для интровертов, ведь этот населенный пункт очень сильно изолирован от всего мира. Тем не менее, это не совсем так. Вернее, неправда, что этот город подходит для интровертов, потому что здесь все знают друг друга. Местные жители хорошо общаются между собой, и это неудивительно, если учитывать, что они все делят один большой дом. Жители постоянно ходят друг к другу в гости и обмениваются различными рассказами и историями. В связи с этим в Уитьере известно практически все и обо всем. Эта же особенность снижает уровень преступности в городе практически до нуля, ведь если кто-то совершит какое-либо преступление или проступок, то все тут же будут в курсе. Возможно, послушав эту историю, вы захотите съездить в этот город. Что ж, если вы помните, то мы упоминали о том, что в многофункциональном 14-этажном здании имеется даже небольшой отель, поэтому в Уитьер можно без проблем приехать в качестве туриста. Причем потенциальных туристов может заинтересовать не только уникальный дом, в котором живет все население города, но и прекрасные пейзажи и природа Уитьера и его окрестностей. Ледники, горы, водопады, леса – все это, да еще и в изолированном месте просто не может не понравиться и не привлечь к себе внимания. Тем не менее, стоит помнить о суровом климате города. Приезжать сюда лучше летом, когда погода не такая бушующая. Также учтите, что Уитьер – весьма популярное туристическое место и не одни вы можете захотеть туда отправиться. Поэтому, если решите поехать в этот город, то стоит забронировать отель как можно раньше, как минимум за несколько месяцев. И не удивляйтесь, если вы вдруг опоздаете и узнаете, что свободных номеров на летний сезон уже не осталось. Что касается самого места, то для туристов здесь будут предоставлены такие услуги и развлечения, как туристические магазинчики в главном здании, рыбалка в порту, рестораны и так далее. Думаю, каждый сможет найти для себя что-то интересное в этом уникальном и неповторимом городе на юге Аляски. Что ж, а теперь в качестве бонусной части этого выпуска мы расскажем вам о еще нескольких уникальных и необычных городах, которые действительно существуют на нашей планете. Погнали! Номер один. Город мусорщиков. Египет. Во многих городах мира люди бродят по барахолкам, в надежде найти что-нибудь ценное, но, пожалуй, нигде в мире мусор не является столь же важной частью экономики, как в пригороде египетского Каира, городке под названием Маншият-Насир. Этот город еще называют городом мусорщиков, и не зря, ведь он почти полностью покрыт мусором. Дело в том, что в столице Египта практически нет мусороперерабатывающих заводов, поэтому вся ноша сваливается на жителей Маншият-Насира, которые занимаются сбором мусора по всему городу с целью последующей его переработки и утилизации. В Маншият-Насире живут люди, которые обрабатывают мусор почти всех жителей Каира. Неудивительно, что инфраструктура в городе мусорщиков практически отсутствует, а сами жители несут тяжелую ношу. Помимо того, что город завален тоннами мусора, здесь нет воды, канализации и электричества. Номер два. Нойва де Кардейро. Бразилия. Многие люди говорят, что мир был бы более совершенным, если бы главными в нем были женщины. И в городе Нойва де Кардейро на юго-востоке Бразилии можно проверить жизнеспособность этого утверждения. Этот уникальный город был основан в 1891 году женщиной по имени Санхарена де Лима, после того, как она была изгнана из ее собственного сообщества из-за измены. С тех пор город Нойва де Кардейро состоит практически исключительно из женщин, и именно эта черта делает данное поселение столь уникальным. Фактически, это одно из немногих мест на Земле, где удалось искоренить патриархат. На данный момент в нем проживает примерно 600 женщин. Лишь у нескольких из них есть мужья, которые живут и работают в городе Беллу Аризонте, расположенном приблизительно в 100 километрах от Нойва де Кардейро. В городе существуют специфические законы. Так, по одному из них мужья могут проводить время с их женами лишь в выходные дни. Кстати, в связи со своеобразной изолированностью города, Нойва де Кардейро нередко называют сообществом амазонок. Поселение окружено дождевым лесом и зелеными сельскохозяйственными угодьями, за которыми ухаживают местные жительницы. Номер три. Ауравиль, Индия. Как известно, большинство экспериментов по созданию утопических обществ людей заканчиваются весьма плачевно или, как минимум, неудачно. Однако, международный город Ауравиль, находящийся в Индии, является ярким исключением из этого правила. Ауравиль был основан в 1968 году женщиной по имени Мира Альфаса. Город был построен с целью создания утопического интернационального общества людей, живущих вне политики и религиозных предпочтений. На данный момент в Ауравиле проживает около трех тысяч человек, причем ни один из них не является собственником какой-либо земли. Помимо этого, в городе не используются деньги. Здесь нет законов и правил как таковых, а также здесь нет никакого лидера или управленца. Ауравиль хочет быть универсальным городом, где мужчины и женщины всех стран смогут жить в мире и прогрессивной гармонии, вне политики и вне национальностей. Цель этого необычного города состоит в том, чтобы развить человеческое единство, поэтому местные жители стараются жить в гармонии с миром и друг другом. Ну, а на этом все. Надеюсь, этот выпуск был интересным и полезным. Не забудьте поставить лайк, подписаться на канал и врубить колокольчик, чтобы не пропустить наши ядерные выпуски. Также советуем вам посмотреть другие ролики на нашем канале. Спасибо за просмотр!